Вкусно! Ты водишь меня по лучшим местам! Эдди Броком в уже культовом мультсериале Человек-паук 1994 года. Здесь он является одним из главных злодеев, а потому присутствует на протяжении всего мультсериала. В 99-м году Веном вместе с носителем Эдди Броком появляется в сериале Непобедимый Человек-паук. В ходе сюжета Веном работает вместе с Карнажем. Вскоре они оба мутируют в более мощную форму. В русском переводе Веному дали имя Желочный, непонятно почему. А Карнаж у кровавой, но здесь все ясно. Желочный, выходи! Выходи, где бы ты ни был! Как приятно встретить старого друга! Мы успели соскучиться! Приятели, прежде вы так себя не вели! Боюсь, наши силы не равны! Пардон, паучья башка, но на этот рейс билетов нет! Первое долгожданное появление Венома в кино состоялось в 2007 году в третьем фильме Сэм Рэми «Человек-паук. Враг в отражении». Согласно сюжету, попав на Землю вместе с метеоритом, симбиот сначала соединяется с Паркером и делает из забитого ботаника эгоистичного и жесткого парня, что не совсем понравилось главному герою, который в итоге избавляется от паразита, после чего симбиот как раз-таки и находит Эдди Брока. В этом же году Венома можно заметить в мультсериале «Финнес и Ферм», шедший с 2007 по 2015 год. Так, на этот раз я переборщил. О, привет, Веном! Что я пропустил? Паучок, ты в порядке? Бывалый хуй! Далее Вена вместе с носителем Эдди Броком появляется в нескольких сериях мультсериала «Новые приключения Человека-паука», он же «Грандиозный Человек-паук», который шел с 2008 по 2009 год. А чем ты это делаешь? Чтобы тебе было больно! Классные мысли. Размерчик не тот. Мы Вена. В 2012 году Вена появляется в мультсериале «Великий Человек-паук», на протяжении которого многие персонажи становились носителем симбиота. Он лезет в штаны! В 2013 году симбиот появляется в лего супергерою «Марвел. Максимальная перезагрузка». В этом же году в первом сезоне в мультсериалах «Халк и агенты Смэш» или «Удар». Носителями симбиота были «Халк», «Красный Халк», «Скар» и «Женщина Халк». Далее в мультсериале «Команда Мстителей» 2013 года носителем симбиота стал Дракула. Эй, Дракула! Не встречался с моим другом? В 2014 году Вена появляется в мультсериале «Мстители. Дисковые войны». В 2015 году симбиота можно было заметить в мультсериале «Стражи. Галактика». Только зря. Твой симбиот теперь моя марионетка. Мой дядя вам сказал, с огромной силой приходит огромная ответственность. Ничего глупее не слышал. Далее Вена появляется в мультсериале «Человек-паук» 2017 года. Стой, стой, стой! Флаг на поле! В 2018 году был представлен сольный фильм про Венома от Сони «Без Человека-паука». Главную роль Эдди Брока исполнил Том Харти. Сценарий фильма основан на комиксе «Веном. Смертоносный защитник», в котором симбиот не является злодеем. Картина стала коммерчески успешной, заработав в мировом прокате 856 миллионов долларов при бюджете в 116 миллионов, что, собственно, и дало зеленый свет для выпуска следующих частей. В 2019 году Том Харти повторил свою роль в фильме «Веном 2», где адаптированы события сюжетной линии комиксов «Максимальная резня» и сага о Веноме из мультсериала «Человек-паук» 1994 года. Здесь наша парочка вынуждена сражаться с Карнажем и его возлюбленный Визг. При похожем бюджете в 120 миллионов долларов картина собрала поменьше – 506 миллионов. В 2021 году «Веном» появляется в сцене после титров фильма «Человек-паук. Нет пути домой», где Эдди и Веном узнают об основных событиях, произошедших в этой вселенной, после чего возвращаются в свою реальность с заклинанием доктора Стрэнджа, случайно оставляя на столе в баре частичку симбиота, что намекает на его появление в предстоящем фильме про «Человека-паука». И зеленый великан был на самом деле. Халк. Халк. А ты говорил «Смертельный защитник хреновый» и Эдди, ну хорош уже. Нет, хорошее. Ну не любят они камни. Инопланетяне любят человечьи мозги. Они мозги живут? Отвечай. Что такое? Нет! Мы же только сюда попали! Что за дела? Ого! Ну вот мы и добрались до предстоящего появления симбиота в фильме «Веном. Последний танец», выход которого запланирован в кинопрокат США на 25 октября 2024 года. Картина является финальной частью трилогии, входящей во вселенную Человека-паука от Сони. Потом, видимо, калентарец уже окончательно переберется в киновселенную Марвел. На этот раз нашей парочке придется пуститься в бега. За Эдди охотятся военные, а за Веномом – его инопланетные сородичи, которые угрожают всему живому на Земле. Затраты на картину составили чуть больше 110 миллионов долларов. А вот сколько он заработает в мировом прокате, мы скоро с вами узнаем. Что ты такое? Мы – это… Мы – Веном! Нет! Да, мы – это Веном! Мы – Веном! «Веном!» Мы – это Веном! Мы – Веном! Продолжение следует...